Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о демиурге по имени Брэндон Брэндон Сандерсон Современный американский писатель Специализирующийся на жанре фэнтези В частности, боевом фэнтези Рассказываем о том, как он дописал легендарный цикл Роберта Джордана И стал звездой жанра фэнтези, создав удивительный мир До определенного возраста в биографии ныне знаменитого писателя Брэндона Сандерсона Нет ничего из ряда вон выходящего Ни проблемных родителей, ни крайней бедности, ни даже школьной травли Участь в школе, Брэндон сначала даже не был читающим ребенком Каких обычно задирают одноклассники Пока учительница не подсунула ему книгу Барбары Хэмбли «Драконья погибель» Этот момент и определил будущее подростка Сандерсон стал настолько ярым фанатом фэнтези, что даже начал сам писать книги Правда, сначала получалось не очень хорошо Именно в подростковом возрасте Сандерсон открыл для себя еще одну книгу Влияние которой на его карьеру невозможно переоценить Это «Око мира» — первый том легендарного цикла «Колесо времени» Кстати, Сандерсон потом вспоминал, что видел «Око мира» Роберта Джордана на полке в магазине не один раз Но боялся ее покупать Слишком уж объемно и пугающе Несмотря на пристрастие к литературе и творчеству Сандерсон последовал настоянию родителей И пошел учиться на биохимика в частный университет Бригама Янга В этом же университете, кстати, одновременно с Сандерсоном Училась автор вампирской саги «Сумерки» Стефани Майер Но на выбранной специальности будущий писатель проучился недолго Взял академический отпуск и отправился в Сеул Именно там он окончательно убедился, что с биохимией нужно заканчивать И по возвращении в Америку сменил специальность на английский язык Дальше были «Бессонные ночи» в роли гостиничного администратора Который Сандерсон проводил за написанием книг Бесконечные отказы от издательств, куда он посылал рукописи И работа в университетском фантастическом журнале «The Leading Itch» Прорыв случился в 2003 году Когда творчество молодого писателя по достоинству оценило крупное издательство «Tor Books» И в мае 2005 года Брэндон взял в руки свой первый изданный роман «Элантрис» Это, кстати, был шестой по счету из 13 написанных, но не изданных на тот момент романов Сандерсона Вскоре за «Элантрисом» последовала трилогия «Рожденный туманом» В которой писатель нестандартно подходит к жанру эпической фэнтези и связанному с ним стереотипами Рассказывая, что на самом деле происходит после грандиозной победы над вселенским злом Следующим поворотным моментом в карьере молодого писателя оказались последствия трагедии Которой стала для всего фэнтези-сообщества смерть Роберта Джордана Легендарный писатель, создатель масштабного фэнтези-цикла «Колесо времени» умер в сентябре 2007 года от амилы и дозы Предвидя такое развитие событий, незадолго до смерти Джордан начал писать подробные черновики последней части «Колесо времени», которую боялся не закончить К сожалению, так и случилось Вдове писателя Харриет МакДугал предстоял нелегкий выбор Нужно было найти человека, который завершит эпопею В пользу кандидатуры Брэндона Сандерсона сыграл неожиданный, ну, по крайней мере, для него самого фактор Трогательное посвящение, которое он опубликовал на своем сайте после смерти Джордана Прочитав этот текст, МакДугал, которая до этого о Сандерсоне даже не слышала, уверилась Сандерсон понял все, что вложил ее муж в «Колесо времени», а значит, ему стоит предложить работу над черновиками Со стороны самого Брэндона Сандерсона все выглядело неоднозначно Да, возможность завершить шедевр своего кумира — это уникальное предложение, от которого они отказываются Но далеко не каждый в состоянии выдержать невероятное давление, которое идет в комплекте с этой возможностью И ответственность перед такими же фанатами, каким еще вчера был ты сам В итоге, как мы уже знаем, Сандерсон согласился дописать последнюю часть Которая из предполагаемой Джорданом одной книги разрослась у него до трех Правда, никто, кроме самого Джордана, уже давно не верил, что получится вместить все события финала в один том При жизни Джордан успел не только составить подробный план, но и самостоятельно написать финал «Колеса времени», который появляется в качестве эпилога в последнем томе Если «Колесо времени» было самой амбициозной работой Сандерсона в плане входа в литературную вселенную То его архив «Бурисвета» берет масштабом Как рожденный туманом — это цикл, принадлежащий к придуманной Сандерсоном вселенной Космера Галактики, похожие на наш Млечный Путь по физическим свойствам, но кардинальным образом отличающиеся по другим параметрам Планеты, входящие в эту галактику, стали местом действия множества произведений, написанных Сандерсоном Но сюжет этих произведений в определенной степени автономный Из всех циклов о Космере архив «Буривеста», как предполагает автор, будет самым продолжительным Сандерсом планируют написать 10 романов Первый роман «Путь королей» был написан еще в начале нулевых Но текст претерпел существенные изменения к моменту его публикации в 2010-м Действие архива «Бурисвета» происходит в мире под названием Рошар Во многом похожем на нашу Землю, хотя у него три луны, а сезоны меняются несколько иначе Одно из главных бедствий здесь – ужасные бури, которые то и дело происходят по населенному суперконтиненту Сандерсон придумал этот мир до мельчайших деталей От климата, флоры и фауны до культурных особенностей народов с разных частей континента Помимо масштабных романов со сложным переплетением сюжетных линий Сандерсон пишет еще и книги в духе «Янг Эдолт» Структурно они проще, взгляд автора и читателя фокусируется на одном центральном персонаже Вокруг которого и вращается действие К числу таких произведений принадлежит, например, цикл «Устремленное в небо» Рассказывающий о мечтающей стать пилотом истребителя девушки Спенси, дочери предателя Еще один выбивающийся из библиографии писателя пример Это цикл «Легион» о необычном персонаже по имени Стивен Литц Человеке с толпой воображаемых друзей галлюцинаций, которые помогают Стивену распутывать самые разные ситуации и загадки Цикл о «Легионе» состоит из нескольких повестей, которые помещаются в одну книгу Эти повести, кстати, для Сандерсона стали не только возможностью воплотить интересную идею Но и способом отвлечься в перерывах между работой над многотомными циклами Если отчитывать карьеру Сандерсона с момента публикации его первой книги, то прошло всего лишь 15 с небольшим лет За это время он успел написать десятки книг Новинки у него могут выходить по несколько раз в год, а циклы динамично сменяют друг друга И сразу после окончания очередной книги о космере Сандерсон может сразу засесть, скажем, за «Устремленную в небо» Учитывая такую гиперактивность, бешеную популярность и миллионные контракты писателя, можно даже не сомневаться Он не жалеет, что когда-то оставил биохимию Хотя родители и мечтали увидеть его именно на этом поприще На этом все. Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз Тысячу раз Тысячу раз Тысячу раз